Друзья, я приветствую всех на канале Садовый Гид. С вами я Лариса Зарубина. И сегодня мы с вами будем сеять семена астры на рассаду. В комментариях было четко ясно мне прописано, не получается у нас вырастить астру. Не на начальных периодах, а уж если вырастили на начальных периодах, сажаем в открытый грунт, и там она у нас замечательно умирает. Что делать? Почему такое происходит? Лариса, расскажи. Друзья мои, дело в том, что астра, знак равно, грибковые заболевания. Вот это растение, которое на начальных этапах очень уязвимое, а вот черные ножки, а дальше при развитии фузариоз. Вот если мы вот эти все два заболевания, которые у него помимо еще этого, еще другие заболевания, ну вот эти самые распространенные, самые коварные. Вот если мы это, все болезни, проведем мероприятие, чтобы не допустить их, не будет ни черные ножки, и не будет фузариоза у вас в почве. И ваше растение порадует вас цветами. Вот таким, как вот на картинках, потому что картинки смотришь, аж дух захватывает. Вот такое цветение, я вам обещаю, что все мы сегодня в этом, я покажу, как все сделать. Мы сделаем, и в сентябре вы мне будете слать красивые фотографии с вашими астрами. Ну что ж, приступим. Первое, что вы должны знать. Приходя в магазин, берете пачку, важно, это очень важно, смотрите дату годности, год семена. Вот эти семена схожие. Если семена, уже сбор, написано, что дата сбора позапрошлогодней, то есть два года, вероятность, что она взойдет, будет равняться процентам 20, ну 30, если вот такие не очень сильно замороченные сорта, и все. Все. Только свежие семена. Первое. Важное. Второе. Астра не выносит кислых почв. Возвращаясь снова к ролику, проверка, подготовка грунта к рассаду. Писали мне очень много, даже были гневные комментарии, что я тут рекламирую разные пузыречки, разные наполнители. Друзья мои, но это правда, это очень важно. Вот если вы посадите кислый грунт, ваша астра, вот даже если все вы сделаете правильно, но не будет она расти, она не выносит кислые грунты. Поэтому прежде чем посадить покупной грунт, проверьте, это правда важно, проверьте его на PH. Если у вас грунт кислый, раскисляем. Чем раскислить? Доломитка, зола, мел. Мягкие раскислители. Вот, ну лучше, наверное, мел. Вот в домашних условиях люблю я мел, как он так мягко и раскисляет, и кальция мягко отдает. Ну то, что прям вот надо. Это второй пункт, очень важный. И третий пункт, тоже один из самых важных. Семена. Вот всю заразу, которую мы можем занести в сад, 80-70%, мы заносим именно семенным материалом. Поэтому астра, растение, которое болеет, вот прежде чем ее высадить, семена на рассаду, мы должны в любом случае, нравится нам, не нравится, хотим, не хотим, обрабатываем от грибковых заболеваний. Чем обрабатывать? Возвращаясь снова к ролику подготовка семян на рассаду. Два этих ролика, ссылка на них, на грунт. Подготовка грунта к рассаде здесь, подготовка семян к рассаде здесь. Повторяться и останавливаться сейчас на них даже не буду. Я свои семена, которые буду высаживать, я обработаю хлоргексидином. У меня водный раствор, замочу на 30 минут, не разбавленном составе. 30 минут, после этого я промою и уже подсушу немножко и начну высевать семена. Вот эти пункты, самое главное. Если вы все сделаете, не отступитесь от них, результат уже будет однозначно налицо. Важный момент, про кислотность грунта я вам сказала. И важный момент, теперь про тару. Тару берем повыше. Это очень важно для астры. Почему? Корневая система у нее хорошо развивается. Поэтому не подойдет вот такой вот маленький слой грунта, как вот мы сеем обычно, для маленьких семян, мелких. То есть 5 сантиметров маловато. 8 годится. Даже 9. Если мы сейчас еще обязательно будем дренаж отсыпать, то общий размер вот этого вот объема грунта должен быть у нас. 8-9 сантиметров вместе с дренажом. Дренаж обязательное условие для качественного выращивания рассады любых растений. Что мы можем в качестве дренажа использовать? Мне писали, можно ли пенопластовую крошку. Можно, но это для более уже развитых растений. Особенно в домашнем цветоводстве часто используется пенопластовую крошку. Здесь нам нужна мелкая фракция для того, чтобы создавать слой. Если у нас будет пенопласт крупной фракции, вам придется много отсыпать. Сантиметра 3-4. Тары просто не хватит. Поэтому я предлагаю вам все-таки воспользоваться или вермикулитом, или перлитом. Любого производителя, какой у вас есть. На дно 1 сантиметр высыпаем. Любой фракции. Здесь уже не принципиально. Следующий момент. Грунт. Грунт должен быть воздухо- и влагопроницаемый. Это тоже основное условие для качественного выращивания. Почему именно воздухо- и влагопроницаемый грунт? Уже на этом тоже останавливался несколько раз. Если грунт хоть на минуточку уплотнится и будет плотный, и будет, скажем так, тяжелый, в нем будет застаиваться вода. А раз будет застаиваться вода для молодых растений, как бы мы хорошо их не обрабатывали, черная ножка обязательно будет появляться. А раз черная ножка, это гибель растений. Поэтому грунт добавляем в обязательном порядке. Разрыхлитель. Любой разрыхлитель, какой у вас есть. Если это будет песок, он тоже у нас является разрыхлителем, тогда песок обязательно прокаливаем. И прокаливаем его не просто там 5 минут, а прям-таки прокалить минут 30. Поставьте кастрюлю на газ, и пусть она у вас стоит, прогревается. Медленно и печально. Вот тогда точно он у вас хорошо прокалится. Насыпаю грунт. Я здесь прям буду составлять почву-смесь. И в нее буду добавлять разрыхлители. Цветочную. Лучше почву-смесь использовать цветочную. Какого производителя, решайте сами. Здесь самое главное, чтобы он был качественный. Лучше, конечно, его перед посадкой обработать. Это тоже важное условие для качественного роста астры. Если грунт у вас будет необработанный, то вероятность, что ваша астра заболеет, тоже очень высока. Как его обработать? Я уже тоже рассказывала в ролике подготовка почвы именно к посеву. В виде... Можно обработать путем прожаривания, прокаливания, микроволновки, печки, как угодно. Можно пролить фитоспорином. Этот способ отличный, рабочий. Можно пролить любым биопрепаратом. Это может быть и аллерин с гомоиром. Это может быть трихоцин. Это может быть триходерма. Причем, я хочу еще раз отметить, что из почвы к нам очень много приходит заболеваний. Поэтому не только в рассадном периоде мы почву с вами проливаем, но и проливаем, когда высаживаем ее в открытый грунт. Почва в открытом грунте тоже должна быть хорошо обработанная, хорошо внесенная органика. Но органика должна быть настолько хорошего, высокого качества, перепревшая, готовая. Вот тогда ее можно вносить в почву. Астры, они любят, любят не пустой грунт, а любят сытый грунт, вкусный грунт. Поэтому, если это компост, то очень зрелый. Если это перегной, то это фактически должна быть земля. Если это биогумус, ну тогда вы биогумус знаете, как он выглядит. Но присутствовать в почве они обязательно должны быть. Я свой грунт перед посадкой обработала фитоспорином, пролила и на балконе он у меня стоял. За день до этого я его вытащила, он у меня прогрелся. Так, сюда я добавляю разрыхлитель. Хорошую горсть разрыхлителя. У меня вермикулит. Вы можете любой, я уже сказала, какой у вас есть в наличии. Важный момент. Почву-смесь можно разделить на две части. Нижнюю часть мы делаем более почвенную, то есть преобладанием почвы. К примеру, три части почвы, одна часть разрыхлителя. Грунт, который мы будем засыпать сверху, мы можем добавить в разном удалях. Одну часть почвы и одну часть вермикулита, или перлита, или агровермикулита. То есть разрыхлителя. Семена будем присыпать, чтобы на поверхность, то есть семена будет присыпаться легким грунтом. Можно, даже мне вопрос задавали, можно ли орехнидом, кокосовым субстратом? Можно, пожалуйста. Но тоже желательно немножко его перемешать с грунтом, чтобы не чистый был кокосовый субстрат. Так, все, дальше я, что я делаю? Почву хорошо утрамбовываю. Но не так, чтобы до асфальтного состояния, а просто ее прижимаю, чтобы она была ровная, чтобы семена легли ровно. Дальше что я делаю? Я буду сажать все-таки ее в бороздки. Дело в том, что для нее важное значение имеет воздух. Поэтому вот когда между рядками будет воздух, и проще, так скажем, ее и подрыхлить, и проще за ней уследить. Поэтому вот на данном этапе я не буду самосевом высевать, сделаю в рядочке все-таки. Все, грунт я подготовила. Следующий этап. У меня здесь вода с фитоспорином. Я хорошо проливаю. Очень хорошо проливаю для того, чтобы грунт у меня промочился. И даю немножко постоять, откладываю в сторону. Теперь вот я забыла вам сказать о сроках посева и как можно выращивать астру, каким способом. Астру можно сеять двумя способами. Первый способ – это посев семян в открытый грунт. В открытый грунт мы можем сажать как осенью, так и весной. Подзимний посев считается наиболее удачным. Там проходит естественную стратификацию, и семена удачно всходят. Дело в том, что это хладостойкое растение. А раз это хладостойкое растение, значит, мы смело можем его использовать под зимний посев. Можем также высевать его рано-рано весной. Фактически, наверное, вот как только чуть прогреется почва, и мы можем уже сеять семена на рассаду в открытый грунт. Ну, конечно, прикрыв их пленкой или стеклом, или еще каким-то материалом, который будет пропускать свет, но будет, скажем так, немножко способствовать прорастанию семян. И второй вариант, это посев семян на рассаду дома. Плошки. Астра, которая у нас многолетняя, мы можем посеять раньше, в феврале месяце. Та астра, которая у нас вот такая садовая, обычная астра, которую выращиваем мы в садах, высевается на рассаду обычно с середины марта и по апрель месяц. Это считается наиболее такие удачные сроки посева. И, конечно, в это время она хорошо всходит. Ну и день, соответственно, у нас уже прибавляется. Приступаем к самому посеву, в момент посева семян на рассаду. Семена у астры достаточно крупные. Обрабатывать никакой стимуляции. Это по желанию хотите, простимулирует. Всегда это только плюс, то есть быстрее всходы появятся. Но обработка обязательная. Посев осуществляем на глубину 0,5 см. Ну, максимум 0,8 см. То есть глубоко семена эти сеять не нужно. Раскладывать старайтесь по одному. Ну, благо семена позволяет, они крупненькие. И сверху присыпаем, как я уже сказала, вам почву смесью, которая будет состоять в большей части из разрыхлителя и грунта, который мы высаживаем. Я прямо в ладошки всегда вот так вот замес делаю. И засыпать буду. Но перед этим я пролью. Здесь еще раз говорю, что у меня фитоспорин. Если у вас нет фитоспорин, или вы вообще принципиально не хотите фитоспорин, тогда хотя бы просто марганцовку. Розовый раствор, не крепкий, а такой светло-розовый. И пролейте все. Это правда важно для семян. По семенам еще раз вот так проливаю. И засыпаю почву смесью. В ладошки сейчас ее замешаю прям и все присыплю. Глубина заделки я уже вам сказала. Все. После этого я беру и слегка вот так еще ладошкой почву немножко уплотняю. Сверху еще раз пролью аккуратненько. Накрываю крышкой и ставлю на проращивание. Подпишите сорт, не забудьте, и дату схода. Температура проращивания должна держаться в диапазоне 22-23 градуса. После того, как появились сходы, а они появляются на 3-4 день, это при хороших семенах, желательно укрытие не открывать, а всего лишь навсего, как я вам показывала, с питуньями. То есть немножко приоткрыть и давать постепенно приучать астру к свежему воздуху. Но температуру желательно градуса на 2 снизить. Вот не надо сильно снижать. Потому что в любой справочной литературе написано, что астра это хладостойка и культура, и выращивать ее в повышенных температурах нельзя. И это правильно, друзья мои. Если температура воздуха в квартире будет 28 градусов, ваша астра встанет и не будет расти. Скажет, все, я не хочу расти. Если будет температура низкая слишком, это тоже не очень хорошо. Могут появляться у нее и различные грибковые заболевания, так еще если прохладно и сыро, путь к грибковому заболеванию. Поэтому выращивать уже при температурах 12-15 градусов мы будем ее после пикировки. Но не как до момента пикирования. Пикирование у нас наступает в фазе трех листиков, не двух, трех листиков. И вот здесь очень важный момент. Когда вы приступите к моменту пикирования, помните я вам говорила про болезни в начале ролика? Черная ножка и фузариоз. В каждый стаканчик при пикировке мы добавляем глиоклодин. На глубину 1 см мы заправляем на 200-граммовый стаканчик по одной таблетке. Вот этих солдат нам хватит на один месяц. То есть фактически до высадки в грунт. И в грунт, когда я буду высаживать, я добавлю по 2 таблеточки. Тоже на глубину 1 см. И вот там эти солдаты будут работать. И грибковых заболеваний их не будет. И с периодичностью, с периодичностью, во время выращивания в открытом грунте, я ее буду проливать. Или трихоцин, или триходермы. Теми препаратами, которыми мы проливаем томаты. И тогда я вам обещаю, вот то, что я в начале ролика сказала, что если мы на начальном этапе бережем от черной ножки, то вот там в грунте мы тоже с этой болячкой справимся, с этим фузариодом. Будем его просто регулярно проливать вот этими биопрепаратами, которые нам и помогут с ней, с этим болячкой сразиться. Но возвращаясь снова к рассадному периоду, когда у вас семена взойдут, крышечку не открывайте. Сделайте вот такое небольшое проветривание. Пусть будет так. Будем постепенно приучать. Но астра не выносит переувлажнение. С поливом нужно быть крайне-крайне аккуратно. Поливать дозированно. Не на растение, а именно вот сюда, в рядочке, под растение. Шприцом ли, спринцовка ли, аккуратно, стараясь не попадать на листья. И при каждом поливе я бы рекомендовала вам добавлять фитоспорен. Вот вообще без фунгицидов даже вот просто к ней не подходите. Пусть это будут биопрепараты, безопасные. Но они должны быть. Особенно на начальных этапах. И тогда я вас уверяю, что ничего с ней не случится. Как только мы с вами ее распикировали, мы ее отправляем в более прохладное помещение. Температура выращивания, я уже вам сказала, должна быть 15-16 градусов. Вот такой она температуры любит. Там она хорошо развивается, классно развивается. Сильные, мощные растения становятся. И на начальных этапах, даже если у вас есть теплица, вот уже все-таки апрель месяц уже будет, отправьте ее в теплицу. Вот там она чувствует себя самым лучшим образом. И световой день уже длинный в это время. Если вы дома выращиваете, вот в комнате, где вы выращиваете основной рассаду, нет там у вас притока вот такого дневного света, тогда досветка должна быть не меньше 14 часов. Несмотря на то, что астро-культура короткого светового дня, но короткий световой день ей нужен именно для закладывания бутонов. Вот если вы хотите обмануть астру, вот вам надо, чтобы она быстро зацвела, понести ей температуру и сделать короткий день. Она подумает, что уже осень наступила, и быстро-быстро-быстро заложит вам бутоны и зацветет. Вот это такой секрет у астры. Но этого делать не стоит, пока ваше растение не окрепло, пока оно не выросло. Естественно, мы никакую вот такую процедуру с ней делать не будем. То есть доводим ее до состояния большого взрослого растения и отправляем в открытый грунт. И в заключение я хочу вам показать то, что вопрос такой задавали. Лариса, сейчас на рынке появились хризантеллы. Что это такое? Это пишет, что это гибрид астра и хризантелла. И вот получился вот такой вот более устойчивый вид. Кусты у него могучие, сильные. От ветра и от дождя они не наклоняются. И к самой главной цвету. И 12-15 сантиметров восторг. Вы представляете, какая красота? Много их сейчас. Это биотехника делает. Вот в этом году я постараюсь их высадить. И, конечно же, вам осенью поделюсь, насколько они действительно оправдывают свое название более устойчивых цветов по сравнению с традиционной астрой, которую мы высеваем и высаживаем в наших садах. Все, друзья мои. Ролик у меня подошел к концу. Надеюсь, что он вам пригодится. И вы хоть что-то из него для себя возьмете на вооружение. Для меня это будет очень важно. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте его комментировать, ставить лайки. Ну и, конечно же, всегда просматривать все вновь выходящие выпуски. Я остаюсь всегда ваша, Лариса Зарубина. Всем замечательных всходов!